Ну а знаешь, благодаря чему у нас в этом году наблюдается такой высокий рост урожая? Почему? Конечно же, развитию малого и среднего бизнеса. Об этом я предлагаю поговорить прямо сейчас, потому что у нас в студии уже есть гости Светлана Ингелевна Сирота, заместитель министра экономического развития Республики Крым. Мы с ней поговорим об этом. Поговорим о том, как же все-таки обзавестись своим собственным бизнесом, если вдруг ты захочешь. Не хочешь, кстати, обзавестись своим бизнесом? Нет, не хочу, конечно, подумывала об этом, но боюсь, что я не справлюсь. А вот мне интересно, если вдруг кто-то захочет, будет ли ему оказана государственная поддержка? Надеюсь, Светлана Ингелевна услышит положительный ответ на это. Доброе утро. Доброе утро. Я расскажу положительный ответ, что, конечно же, поддержка государственная будет оказана. Сначала позвольте вам вопрос задать. Как началось ваше утро нового дня? Прекрасно началось. Учитывая, что я сова, мне пришлось очень рано встать сегодня. Но я вам благодарна, потому что успела прогуляться по городу, по утреннему еще просыпающемуся. И очень красивый вид у вас здесь. Вообще замечательное все. Так что, что может испортить в пятницу утром настроение? Правильно? Уже ничего. Только рабочая суббота. С другой стороны, вы можете возрадоваться тому, что вы расскажете людям очень полезную, ценную информацию, которая, возможно, изменит их жизнь к лучшему. Постараюсь. Ну, можно, позвольте, вопрос задам первым. Вот есть понятие «малое», есть понятие «средний бизнес». В чем разница? Ну, есть вполне определенные критерии, которые относят к субъектам МСП. В основном, если не вдаваться в подробности, то два основных показателя, по которым это все оценивается. То есть, первое – это годовой доход предприятия и количество работающих. Соответственно, есть микро, малые и средние предприятия. Вот в этой части, в которой мы с вами разговариваем. К микро относятся до 15 человек работающих и годовой доход – 120 миллионов, до 120 миллионов. Соответственно, к малым – до 800 миллионов годовой доход и численностью до 100 человек. И от 101 человека до 250 с годовым доходом 2 миллиарда. Это уже считается средним предприятием. Коротко, вот так. Спасибо. Ну, вот я знаю, что Саля, в частности, хотела открыть маленькое предприятие по добыче алмазов и рубинов под Симферополем. Как ей это можно сделать? Ну, вначале найти эти алмазы и после этого уже открывать предприятие. Нет, ну, на самом деле, понимаете как? Каждый человек приходит к потребности открыть свой бизнес, наверное, исходя из каких-то соображений. Он готов к этому, хочет себя попробовать. Вообще, на самом деле, это предпринимательство – это очень сложная сфера деятельности, очень большая ответственность. И большинство людей, которые уже привыкли работать там стационарно, на предприятиях, по расписанию, они, естественно, сложно выйти из той зоны комфорта, в которой находишься, и сложно сделать этот первый шаг. Мне кажется, вот те люди, которые все-таки решились на первый шаг, им чаще всего не хватает не именно какой-то морального стимула, им не хватает материальной поддержки. То есть не у всех есть, да, вот это денежное слово. Естественно, естественно. Хочу вам сказать, что поддержка, которая оказывается сейчас государством, она максимальная, поверьте мне. То есть такое количество поддержки, которая оказывается в Российской Федерации бизнесу, ну, редко где можно встретить. Поэтому есть, ну, расскажу вам, то есть даже если абстрагироваться сейчас от остальных профильных министерств, вот по линии Министерства экономики, у нас сейчас реализуется, кстати, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» пять региональных проектов. И там предусмотрена и финансовая поддержка, и не финансовая поддержка, потому что получение определенных знаний для того, чтобы свой бизнес начать развить и удержаться на плаву, это тоже большой очень плюс, и людям иногда их откровенно не хватает, и постоянно надо держаться на плаву, узнавать что-то новое, учиться и себя, и своих работников для того, чтобы вот балансировать в этом жестком мире конкуренции. По финансовым поддержкам у нас есть наши фонды, то есть мы создали инфраструктуру поддержки предпринимательства, она уже функционирует пять лет. Это фонд микрофинансирования, гарантийный фонд, это два фонда, которые занимаются именно финансовой поддержкой, это льготные кредиты, это микрокредиты, микрокредиты до пяти миллионов, это как раз вот для начинающих предпринимателей, то есть до пяти миллионов можно взять кредит сроком до трех лет под процент ключевая ставка банка, центробанка, сейчас это 7,75%. Потом гарантийный фонд, он гарантирует до 25 миллионов, то есть если предприниматель уже понимает, что он хочет расширить бизнес, хочет закупить оборудование, то есть вложить либо в оборотные средства, либо в основные средства, соответственно, он берет кредит в банке под гарантией нашего гарантийного фонда, до 70% этой суммы гарантирует наш фонд. Вознаграждение фонда до 1,25%. Кроме того, сейчас реализуется программа в Российской Федерации 8,5%, и предприниматель может прийти в банк, взять кредит под 8,5% годовых, еще и под гарантию нашего гарантийного фонда, что в принципе, ну, более чем отличные условия. Планируем мы до конца года, ну, вот в ближайшее время, открыть еще и лизинговую компанию, крымскую лизинговую компанию. Это уже как бы финансовая аренда, это в лизинг. А в чем разница между кредитом и лизингом? Ну, кредит вы берете на пополнение оборотных средств, или же на покупку основных средств, и, собственно, приобретаете все это самостоятельно. А в лизинговую компанию вы приходите с определенным уже посылом на то, что вам необходимо такое-то оборудование, такого-то производителя, с такими-то характеристиками. И уже лизинговая компания заключает с вами договор, приобретает оборудование и передает вам в лизинг. То есть вы постепенно, постепенно, постепенно выплачиваете сумму этого оборудования, транспортного средства и так далее. То есть вот в чем разница. То есть там деньги, здесь уже оборудование. Но в принципе, что там, что там, это тот же самый кредит, который, естественно, и стоимость оборудования вы тоже оплачиваете под определенный процент. Проценты, кстати, будут отличные. То есть 6% это на отечественное производство оборудования и 8% на импортное оборудование. То есть это вот достаточно хорошие условия. Мало кто вам из частных лизинговых компаний. Это как по вселенной, да, я так понимаю? Да, это... Нет. В четыре лизинговые компании есть еще в Российской Федерации. Такие, как наши. И у нас вот будет пятая в Крыму. Здорово. Мне кажется, это очень хорошее. Я уже задумался, чтобы открыть свой маленький смешной заводик. Я очень рада. Я очень рада, что наша с вами беседа приведет вас к таким результатам. Будем надеяться, что не только меня, но еще и других людей. Напоминаю, в гостях у нас Светлана Ингелевна Сирота, заместитель министра экономического развития Республики Крым. Большое вам спасибо за рассказ. Ну, а прямо сейчас предлагаем вам посмотреть о том, о чем же говорит крымский сегмент интернета.